Мы добиваемся действительно ответа от Конституционного суда о правомерности 282 статьи, потому что с нашей точки зрения она абсолютно незаконна, но она противоречит вообще здравому смыслу. И одиночные пикеты были всегда разрешены. Ильдар Дадин, которого я очень хорошо знаю, это потрясающе, чистый, последовательный, очень цельный человек, он действительно выходил только на одиночные пикеты. Эта подлая статья была заведена так, чтобы, в общем, уже действительно закрутить последние гайки, лишить общества вообще глотка свободного воздуха, но она противозаконна, она противоестественна. И вот поскольку он стал первой жертвой, мы знаем, да, в каких условиях он находился в Карельской колонии, как вообще долго мы ничего о нем не знали во время пересылки. Но это все абсолютнейший садизм, это все противоречит вообще Конституции, если немножечко ее вспомнить. Я уверена, что, ну, в небольшом количестве, но все равно люди будут продолжать выходить, стоять в этих самых одиночных пикетах, требовать ответа, требовать отмены этой статьи. Ну, вода камень точит, в общем, все равно надо надеяться. Продолжение следует...